Вот такие машины у нас стоят возле отеля. Ламбо. Феррари. Опять Ламбо. Феррари. Ламборджини кроссовер. Собрались ехать на золотой рынок. Доброе утро всем. Сейчас поедем на золотой рынок. Вторая серия. Попробуем купить. Все подделка. Очки подделка. Сумка подделка. Все подделка. Спросили в Дубай Моле цену. По-моему 78 тысяч рублей. 80 тысяч рублей. Ну да. 80 тысяч рублей. Решили на подделку. Попробуем. Попробуем. Да. Пришли на зеленую ветку метро. Да. Пришли на зеленую ветку метро. До станции Бушман. Сейчас поедем на Альрас. Зеленую ветку метро. Попробуем. Смотрите, какой выбор золота. Красота страшная сила. Не знаю. Золото не видно. Так как и не видно. Можно корону выбрать. Прям все, что хочешь. Можно вот просветики такие супер красивые. Можно перчатку на руку. Я даже не знаю. Все, что твоей души удобно. Не кольчу. Ну не кольчу. Целое платье из золота. Это такой сумочек. Золочек коронный. Ну да, я корону даже и не заметил. Это да. Офигеть. А галстук? Галстук золотой. Сумочка. Да. Золото, бриллианты. И тут лаки. Вера золотое платье. Потоньше. Сеточка. Или маечка. Серебро. Думаю, аж такие очки подойдут мне. Все из золота. Даже не знаю. Не знаю. Что же тут выбрать из этого? Наверное, пойду искать. Что-нибудь попроще. Смотрите. Ну, тут прям обалдеть. Такие украшения. Браслетик одел так на пол руки сразу. Все зазывают на рынке. Все пытаются что-то продать. Все, что угодно. А тут все что угодно. И сумки, и рюкзаки, и чемоданы. Всякие тряпки, продукты какие-то. Вот нас выловили. И идут куда-то. Тайными тропами. За очками. Тут сумки. Очки. Все, что хочешь. Кошельки. Сумки. А что здесь, и очков там мало. Очки, сумки. Это какие у тебя? Не знаю. Они светлые. Дольче Габбана или нет? Дольче Габбана. Вот это Гуччи. А, вот это Гуччи? Да. Ну вот эти вот еще более-менее. А ну, а тебе одень. Дольче Габбана. Так, это посмотри. Запомни. Нет. Это... Такой-такой надо. Это... Ну, нет. Посмотри, нет. Ну, нет. Купили очки. Армании. Армании. Денежек в кармане нет. Уже нет в кармане. Изначально горели нам 100. Но вы торговали за 35. За 35. Едем в кармане. По Пальма-Цумейра. До, точнее, в Пальма-Цумейрах. Эти проходятся на монорельсе. Они называют кармане. У них желтая ветка метро. Сейчас заедем. Потом пойдем на монорельс. Пальмана тут. Кармана тут. Эти проход altri. Инвесторская сет. Покупаем билеты на Мадорельсу. Хотим прокатиться, посмотреть по Пальме. Может что-то интересное увидим. Вот здесь на Мадорельсе остановки. Остановок не так много, но мы как раз проедем всю Пальму, до самого конца до Атлантиса, последняя остановка Атлантис, хотим его поближе посмотреть. А вот и проезжаем пляж ДжБР, на котором в первый день отдыхали. Но здесь очень жарко, очень-очень-очень жарко, потому что здания закрывают, вообще ни ветерка, ничего. Да и вообще в июне, конечно, тут жара невыносимая в Эмиратах. Лучше ездить в середине апреля, тогда идеальная температура для отдыха. И температура воды, и температура воздуха. Тепло, приятно. Мы едем по Пальме, это искусственно созданный остров, напоминающий своим видом и веточками Пальму. Тут живут самые, наверное, богатые люди. Да, забыла сказать. Билеты на монорельсу, туда и обратно полностью, проезд стоит 30 дирхам. А вон впереди уже видно Атлантис. Оказывается, все очень близко. Продолжение следует... Проезжаем веточки Пальмы. Видно немножко, или? Вот она, вот другая. А на этих веточках много-много вилл. Всяких знаменитостей. И вообще богатых людей. Вот еще одна. Очень красиво. Как вообще тогда можно было создать эту макия, вообще воплотить в жизнь? Я даже не представляю. На стороне пляжа возле Атлантиса. А пляжи прям красивые. Красивая вообще. Вода такая голубая. Песочек чистый. Очень много, очень-очень много зелени. Прям красота. Все такое яркое, сочное. И аквабар какой-то. Приезжаем. Достаточно, наверное. Наверное, на пляже? Не знаю. Наверное, самая жара любви никого. Вот это схема Пальма. Можно посмотреть на все веточки, острова. Как построены отели. Как дорога идет. В самом конце. Атлантис. Вот прям мы проехали по монорельсу. Как раз к этому Атлантис. На середину идет дорога. Туда-обратно. Там чуть-чуть погуляли. Стоимость 30 дирхана. Вот прям на этом камешке мы сидели. Ладно, хотим поделиться своими впечатлениями. Съездили сейчас на монорельсе туда-обратно. Мало того, что на конечной станции не работает кондер. Мы ждали его. Промокли как в бане. 15 минут. 14 минут перед нами ушел поезд. Ну, вот такие вот размышления сейчас пришли. Стоит это удовольствие 30 дирханов. Туда-обратно съездить. До конца Пальмы и обратно. Безлимит в Дубае, по всему Дубаю стоит 22. Но ты там ездишь везде, куда хочешь. Целый день. Здесь ты продолжаешь в никуда, я бы так сказал. Здесь просто поездка ждали обратно перед с дирхом. И очень бестолково потраченные деньги. Остров, конечно, красивый. Очень зеленое. Красивые пляжи. Атлантис красивый. Вот. По факту, как нам, что мы приехали, просто хотели что-то увидеть там. Чудесное, красивое. Бестолково выкинули. Мы сейчас уже ничего не увидели. Доехали до Атлантиса. Посмотрели с высоты монорельс и все. И все, на этом все закончилось. Лучше бы мы эти две с половиной тысячи проели. В хорошем кафешке. В принципе. Лучше бы мы сходили в Дубай Могу. Лучше. Прошли в ресторан. После трудного жаркого дня очень хочется кушать. Под кондиционированием. Пришли в ресторан. Попробовали заказать в другом КП. Вот какая подача. Смотрите, салат, шашлычок, рис, лёбрышки, баранье. Это не знаю, какую блюду конкретно. Какой-то горох, но вкусный. Это горох. Остренький, но вкусный. Вкусный. Будем пробовать. Вроде бы все вкусно.